МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Наш День. В студии Михаил Майоров. И сначала коротко о главном. Крепкий орешек. 10 месяцев под стражей держат бывшего вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Олескина. С целью, на наш взгляд, добиться каких-то признательных показаний. Не более того. Еще один фигурант дела о миллионных взятках Юрий Азизов тоже может оказаться в СИЗО. Следствие готовит ходатайство в суд. На Холмской трассе в аварии погиб человек. На дороге лоб в лоб столкнулись две грузовые фуры. Подробнее во второй части выпуска. В этом доме живет 156 человек, которые принимают активное участие в жизни дома. Назад в СССР. На Сахалине появился первый дом образцового содержания. 300 каратистов. Спортсмены со всей области стали участниками массовых соревнований на встречу победе. Сахалинский экс-губернатор проведет за решеткой еще несколько месяцев. Мост-Госсуд продлил срок ареста Александра Хорошавина до 27 мая. Напомню, бывший глава региона задержан 3 марта 2015 года. Его обвиняют в том, что он получил взятку в размере более 5 миллионов долларов от руководства компании «Энергострой» в период реализации контрактов по энергоблокам Сахалинской ТЭЦ-1. Таким образом, экс-губернатор проведет за решеткой больше года. А городской суд рассматривает вопрос во возможности перевода под домашний арест Алексея Лескина. 10 месяцев бывший вице-мэр находится под стражей и проходит по делу о получении тех самых взяток от кандидатов в депутаты. Покинет ли в ближайшее время Лескин СИЗО? За процессом наблюдала Нина Шалфей. Прокурор и следователь против присутствия прессы на слушаниях. Алексей Лескин только за. По его мнению, следствие пытается представить исключительно свою версию. Защита также добивается гласности. Благодаря решению судьи эти съемки сейчас на экране. 10 месяцев бывшего вице-мэра держат под стражей. Сегодня решается вопрос о продлении этого срока до конца апреля. Присутствие некоторых фамилий иных обвиняемых именно позволяет органам предварительного следствия держать на протяжении длительного периода времени обвиняемого под стражей с целью, на наш взгляд, добиться каких-то признательных показаний. Не более того. По мнению же органов юстиции, если не продлить Лескину срок, бывший вице-мэр может воспользоваться сложившейся ситуацией и связями, и скрыться. Возраст, семейное положение и здоровье Алексея Лескина, по мнению следователей, позволяют содержать его в СИЗО. Однако защита пытается добиться перевода бывшего вице-мэра под домашний арест. У меня младшая сказала недавно, я собираюсь на работу, она говорит, мама, не уходи на работу. Папа ушел и не вернулся. То есть, ну мы будем бороться, мы боремся, мы будем бороться. Просто мужу хочу чем-то помочь как-то, просто поддерживать его. И все, пока мы согласны даже, что, ну пока, даже домашний арест, мы согласны, я просто, чтобы рядом был. Супруга Алексея уверена, все закончится хорошо. Вместе с мужем она прошла и огонь, и воду. Вместе служили в Чечне, спасали человеческие жизни, ставили солдат на ноги. За бывшего вице-мэра ручается и священнослужитель Василий Иванов. Я бы не заступался, поверьте, даже если бы был мой близкий человек, я бы не заступался, если бы я знал, что он совершил это преступление. Но я ведь знаю, что он этого не совершал. Поверьте, этот человек у меня исповедуется. Я знаю о нем даже больше, чем знает его жена. На данный момент у следствия четверо подозреваемых. Однако под стражей находится только один – Алексей Лескин. Адвокат из Москвы просит время для изучения дела. Адвокат из Южно-Сахалинска – время на предоставление новых документов. Заседание прерывается на несколько часов и дважды возобновляется. Уже вечером судья оглашает решение – продлить срок нахождения под стражей до 27 апреля. Перед уходом Алексей просит супругу беречь себя и детей. И еще одна страница в деле о взятках за место в городской думе Южно-Сахалинска. Следователи будут ходатайствовать об аресте действующего депутата Юрия Азизова. Напомню, народный избранник задержан в среду 24 февраля. Установленные законом 48 часов истекают в пятницу. Тогда же следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте. По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемый изъявил желание принять участие в выборах депутата городской думы города Южно-Сахалинска 5-го созыва. За совершение в его интересах действий, выраженных в оказании содействия в подготовке и ведении избирательной кампании, он передал должностным лицам Сахалинской области взятку в размере 10 миллионов рублей. Напомню, Юрий Азизов избирался в сентябре 2014 года по пятому округу. Он набрал 57% голосов, значительно опередив своих соперников. Однако явка на округе была низкой, всего 16%. При этом десятая часть бюллетеней оказалась недействительной. И к другим темам. В прошлом году состоялись не все запланированные визиты по программе безвизового обмена между Россией и Японией. Такие данные озвучили на встрече сторон в Южно-Сахалинске в четверг. Японцы посещают наш регион, как правило, с туристической целью. Интересуются местами захоронений, приезжают и преподаватели. Сахалинцы чаще всего отправляются в страну восходящего солнца по программе обмена специалистами, а также на диагностику и лечение в медицинские центры. Из запланированных 45 поездок в прошлом году состоялось 36. Как отметили стороны, это произошло по объективным причинам, которые теперь планируется устранить. В частности, решается вопрос сошвартовка японского судна «Этапирика» на острове Итуруп. Местный порт не принимал корабль из-за его больших размеров. Закончены все оформления. Порт сдан. Японское стороне предложили разработать в связи с замерами информации по высоте пирса, в соответствии с высоте судна, поработать изготовление трапа, соответствующего для этого судна, ну и для проведения пробной швартовки. Добавлю, на этот год также запланировано 45 безвизовых поездок. Первый дом образцового содержания появился на Сахалине. Табличку со знаком качества закрепили на одной из пятиэтажек в Новоалександровске. На торжественной церемонии побывал и глава фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. Дом образцового содержания. Это звание хорошо известно старшему поколению, поскольку традиция украшать жилые дома почетными табличками была весьма популярна в Советском Союзе. Правда, носила немного иную формулировку – дом высокой культуры быта. Выражение было обыграно в знаменитом кинофильме Леонида Гайдая. Что это все холоп да холоп? Что это за слово такое? Это он из роли, из роли. Ну, вот роль такая. Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Боже мой, ну и домик у нас то дворовый, то обзывают. А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар. Минимальная криминогенная обстановка – это одна из особенностей дома со знаком качества. Также среди обязательных условий – чистота в подъездах, благоустройство дворов, вежливость соседей. Традицию домов образцового содержания в России решено было возродить прошлым летом. Первая ласточка в Южно-Схалинске – переулок Мичурина 5. В этом доме живет 156 человек, которые принимают активное участие в жизни дома. Мы выделим деньги на фасад. О, красивый. Крыша будет здесь сделана. Ну и город, я думаю, что обязательно сделает благоустройство. И этот подарок ожидает жителей уже в 2016-м, чтобы люди могли удержать высокую планку. ТСЖ они создали 7 лет назад. Сделали много. Установили приборы учета коммунальных ресурсов, заменили системы отопления, водоснабжения, отремонтировали крыльцо и подъезды. Люди в один голос твердят – это заслуга председателя Ларисы Фалилеевой. Я как муж Ларис Николаева, председателя ТСЖ. Я только, наверное, один знаю, чего ей это стоит. Сколько труда, сил, сколько времени, сколько нервов приходится. Потому что не все жители соглашаются только с одним, то с вторым. Поэтому она и воюет, и ругается. Короче, приходится всякое. Сегодня на лестничной клетке цветут цветы, а на щитках прописаны стихи. И пускай не в стиле великих русских поэтов, зато от всей души. Летом жители планируют заняться ландшафтным дизайном и обустраивать клумбы в форме пятиконечной звезды. Министерство ЖКХ, Дома управления, жилищно-эксплуатационные конторы и дирекции по эксплуатации зданий вновь могут появиться в России. С такой инициативой выступила фракция ЛДПР. Позиция такова, что реформа ЖКХ, проводимая последние 20 лет, несостоятельна. Вместо повышения качества жилищно-коммунальных услуг, управляющие компании просто извлекают прибыль. Последней каплей стали трагедии, произошедшие в результате коммунальных аварий. Я думаю, что нужно вернуться к старому. Я поддерживаю эту партию полностью, потому что ЖКХ это мутное дело сейчас. Проблем много. Да все, вы возьмите зима, сразу обнажают эти все проблемы. Во дворах покрытие дорожное номер один. Кто-то должен ими руководить. Централизованно, мне кажется, чтобы можно было какой-то вопрос решить. Потому что так ходишь, по-моему, бесполезно. То есть вы за эту инициативу? Да, да, да. Надо подумать о восстановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, которое через свои территориальные органы, вплоть до Дома управления или дирекций по эксплуатации зданий, должно контролировать все. И строительство жилья, ремонт, благоустройство территории. Я помню, 50 лет назад нормально работали дворники. Всегда было чисто. Никаких мигрантов не было. Ни один лифт не проваливался. Также в ЛДПР указывают на неэффективную работу Минстроя в вопросе развития российских городов. В частности, речь идет о несправедливом распределении основных бюджетных вложений на развитие мегаполисов. А не малых городов и сел. Наш эфир продолжает рубрика «Точка отсчета». При обгоне не убедился в безопасности. Это предположительная причина аварии, произошедшая в районе Огоньков. Возможно, виновником происшествия был водитель автомобиля «Исузу Эльф». Его маневр, а именно выезд на встречную полосу, и стал фатальным для водителя встречной Мазды Бонга. От полученных травм 40-летний водитель малотоннажной фуры скончался на месте. Виновник ДТП и его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Решил проскочить и спровоцировал аварию. На развязке проспекта Победы физкультурной столкнулись три автомобиля. Со слов участников ДТП, это последствия маневра водителя легковой «Тойоты». Он решил пересечь проспект, при этом не пропустив «Тойоту Форунер». От удара «Королла» столкнулось с еще одним внедорожником, водитель которого просто стоял на перекрестке. В аварии обошлось без пострадавших. Я вот это же увидел. Смотрел в другую сторону. Вот и все. А тут шелк и приятность. По вашему, в чем причина аварии, как вы думаете? Невнимательность. Просто невнимательность. Причина аварии, произошедшей на пересечении Коммунистического проспекта и Амурской – банальное нарушение правил. Здесь водитель «Тойоты Ист» решил проехать перекресток на запрещающий свет. Здесь в него и врезался минивэн. В результате аварии никто не пострадал. Обе иномарки получили механические повреждения. Следователь Хоумска расследует преступление, произошедшее накануне в Чехове. Там подверглась нападению и изнасилованию 52-летняя местная жительница. Сыщикам уже удалось задержать и главного подозреваемого. Это 29-летний житель того же села. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения против воли потерпевшей, проник в ней в квартиру. После чего, используя свое физическое превосходство для подавления сопротивления, нанес потерпевшей не менее 15 ударов руками и ногами в область головы и различные части тела. После этого, после того, как воля потерпевшей была сломлена, подозреваемый совершил в отношении потерпевшей насильственный половой акт. В настоящее время следствие и суд решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В Тамаре вынесен приговор 26-летнему сахалинцу, виновнику ДТП, в результате которого погиб 17-летний юноша и серьезно пострадала молодая девушка. Трагедия произошла в мае прошлого года в районе села Пензенское. Известно, что подсудимый, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, сел за руль Тойоты Марк 2. На большой скорости он не справился с управлением и угодил в кювет. В ходе следствия подсудимый отрицал свою вину и пояснил о том, что за рулем автомобиля находился умерший пассажир. Вместе с тем государственным обвинителем версия подсудимого опровергнута совокупность документальных данных, а также свидетельских показаний. В связи с чем суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Осужденный также должен будет выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред пострадавшей девушке и будет лишен водительских прав на 3 года. Сахалинская сказка для японцев. Детский хореографический ансамбль из областного центра выступил на международном фестивале. Девочки успели подружиться с ребятами из Тайваня и даже выучили их национальный танец и песню. Танец «Звуки севера» в исполнении образцового детского хореографического ансамбля «Сказка» покорил Японию. Сахалинский коллектив побывал на международном фестивале в Хакодате. Наши девочки на сцену выходили дважды. Мне очень понравилось. Я была там в первый раз. Мне понравились там люди, они очень добрые. Мне понравилось новое знакомство с другими делегациями. Особенно мне понравилось общение с тайванцами. Они как-то более доброжелательные. Они больше проводили с нами времени. Хакодат – это очень красивый город. Я бы с удовольствием вернулась туда еще раз. Я была в Японии во второй раз, но мне очень понравилась эта поездка и ее не сравнить с прошлой. В каждой поездке узнаешь что-то новое, открываешь для себя, знакомишься с новыми людьми, заводишь новые знакомства. Мне было очень приятно пообщаться со всеми. Все были очень доброжелательными. Эта поездка состоялась в рамках дружеского обмена между городами-повратимами. Особенно сахалинки сдружились с делегацией из Тайвани. За неделю пребывания на Хоккайдо школьники научили друг друга национальным песням и танцам. После выступления все подходили. Японцы очень реагировали на костюмы. Они подходили, трогали, фотографировались. Все говорили, очень красивые, беленькие, белесые. И когда выходили, особенно в садике, дети реагировали. Для них они как куколки. В связи с тем, что в 2015 году, в прошлом году, много было заслуг у этого коллектива. Они завоевали дважды гран-при на международных фестивалях и конкурсах. Ну, решили их поощрить вот этой вот поездкой на этот фестиваль в Японию. Ну, конечно, мы считаем, что это очень важно, чтобы дети расширяли свой кругозор. Впереди у танцоров мечты репетиции. В мае им предстоит выступить на отчетном концерте, посвященном 21-му дню рождения центра. Холмск, Яблочная, Правда, Восток, Южно-Курильск и Южно-Сахалинск. Почти три сотни малышей-каратистов, воспитанников школы Олимпийского резерва восточных видов и геноборств, вышли на татами. Уже несколько лет областной турнир «Навстречу победе» собирает не только опытных спортсменов, но и новичков. По славной традиции – честование гостей. Сердечно поздравляю вас с таким событием. В честь Дня Советской Армии и Дня Военно-Морского Флота я желаю вам в этот день больших успехов. Соревнования – серьезное испытание для спортсменов. Опытным необходимо показывать свое мастерство и демонстрировать превосходство. А тем, кому еще недоступны ступени пьедестала, переложить все силы для победы. Волнительно и новичкам. Первое в их жизни большое соревнование – с одной стороны праздник, с другой – большая ответственность перед родными, тренером и старшими друзьями. Однако главная цель областного первенства по карате – выделить лучших бойцов для третьего состава сборной Сахалинской области. Уже в следующем месяце в Уссурийске стартует первенство Дальнего Востока. Первенство ДВП будет проходить в городе Уссурийске 4-7 марта. На данное соревнование мы вывозим достаточно большой состав, около 90-90 человек. Поедут и как первый состав, второй состав и даже третий состав. Бой был сложный. Дрался я с Никишиным Данилом в финале. Я с ним уже дрался. В прошлый раз я ему проиграл. А сейчас я зарядился энергией и выиграл его. Победил 4 раунда. Выиграл финал. В финал выиграл 7-3. Какие приемы сделал? Закидывал урумаваши. Два урумаваши закинул. И юка. Ну, то есть в корпус. Ты допустил, на три балла смог соперникам заработать. Как так вышло? Ну, на самом деле боялся. Переживал очень. 41 комплект наград нашли своих обладателей. Около 30 человек вошли в сборную области. Золотым медалистам в каждой весовой категории выпала честь выйти на татами на Дальневосточном первенстве по карате. И это вся информация о выпуске. Эти и другие новости найдете на сайте аиств.ру. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok